Здравствуйте! According to the flight program on the International Space Station, Soyuz launch is scheduled on November 7th, 2013, at 10.40 local time from Vyteno Cosmodome. Он выведет на орбиту транспортный и пилотированный корабль Союз с этим плажем 38-39 экспедиции в Венежнородную косметическую станцию. Он выведет на орбиту транспортный и пилот. Полчаса назад государственная комиссия утвердила основной и дублирующий экипаж. Наборуэллоу-стейк комиссия осуществляет план и беда в тюрьме. Позвольте представить. Командир корабля «Союз», борт-инженер МКС, Тюрин Михаил Владиславович, Роскосмос, Россия. Рикма Страхио, борт-инженер корабля, борт-инженер станции, НАСА, США. Союз, ТМА, борт-инженер 2, корабль Союз-инженер 2, Союз ТМА, Флайт Инженер 2, ИСС-38, Флайт Инженер, ИСС-39, Командер, Рафаич Иваката, Джакса, Чтен. Сдублирующий кирпаж утвержден в составе Максим Сураев, Командир корабля, Борт Инженер станции Роскосмос. Союз ТМА, Командир корабля, Борт Инженер станции Роскосмос. Рик Вайзман, Борт Инженер корабляСторис, Борт Инженер станции Роскосмос. Союз ТМА, Флайт Инженер, ИСС-2, Рик Вайзман, Маша. Александр Петт, Борт Инженер 2 корабля Станскойроби, Борт Инженер станции Роскосмос ТМА, Ш Sasthat́ Еуэль, Борт Инженер 2 корабля Станции Роскосмос. Союз ТМАt Инженер ТМА, Александр Гермс, Ки wheel Güessa, Germany. Сегодня как никогда словUND журналистов, было дополнительным голова вопросов, интересные ответы. И воточевается ледяна. Я разбегу на вопрос конкурс. Меня зовут Анастасия Евгеньевна из телекомпании «УКВ Россия». Скажите, пожалуйста, для всех членов персонального экипажа, которые в первую полет в космос, когда в третий раз летишь волнуешься или это становится обычным делом? Я так понимаю, это вопрос всем членам экипажа, потому что они все опытные у нас. Ну, вы знаете, если серьезно сказать, то, конечно, волнение есть. Вопрос, на самом деле, сложен. Если позволите, я разверну для ответа вашего вопроса. Дело в том, что волнение бывает, наверное, двоякой природой, деструктивной и конструктивной. Бывает, что волнуешься, как-то с тобой что-нибудь случилось, бывает, что волнуешься, ну, скажем так, что не будешь соответствовать ожиданиям людей, которые на тебя рассчитывают. Но есть люди, которые вовсе не волнуются. Вот и первое, и последнее, видимо, не совсем правильно. Поэтому мы стараемся где-то посередочке быть. Я согласен, Миша. Конечно, эта работа, которую мы делаем в космосе, это трудно. Но мы уже тренировали два с половиной года. Взаимодействие – это ключ и успех на работе в космосе. И мы знаем друг друга очень хорошо. И я очень уверен, что мы можем работать как интегрированные команды, чтобы использовать талант и опыт всех членов экипажа. Как сказал Коичи, мы долгое время тренировались вместе и тренировались достаточно хорошо. Я знаю, что мы готовы к полету. Мы абсолютно уверены в тех людях, которые подготовили и построили для нас этот корабль. Спасибо большое. Коичи, если легче, можно на английском языке отвечать. Спасибо. Конечно, конечно, это всё-таки. Чтобы работать в космосе будет сложнее. Но мы работаем вместе с двух и половиной года. Мы очень известны и опытные деления. Поэтому я уверен, что в том числе и коммуникации не будет очень важным. Я думаю, что коммуникации есть ключ к успеху для успеха. Я уверен, что мы будем использовать все опытные и опытные деления и опытные, Работа на Международной космической станции достаточно сложная, но два с половиной года мы тренировались вместе, мы готовились к этой работе. И я уверен, я абсолютно уверен в работе нашей команды. Я уверен, что ключ к успеху — это совместная работа. Поэтому я считаю, что мы достигнем этого успеха на орбите. Здравствуйте. Андрей Красенников, журнал «Новости космонавтики». Вопрос Михаила Владиславовича. Расскажите кратко о программе полета и изменилась ли она серьезно в связи с тем, что МЛМ не придет во время вашей экспедиции. Вопрос Кэти Ваката. Скажите, пожалуйста, решили ли вы уже о чем будете разговаривать с говорящим роботом Кироба на орбите? Спасибо. Кратко о программе полета сказать сложно, потому что все-таки она рассчитана на полгода. Поэтому в двух словах затруднительно сказать. Много науки, много технических всяких работ. Действительно, изменения были в связи с задержкой МЛМ. Но дело в том, что там предполагалось довольно большой объем работы, связанный с тем, что его нужно, так сказать, оживить. Освободился некоторый ресурс в связи с тем, что старт откладывается. И больше будет науки. Что хорошо, на самом деле. Работа с роботами, что касается экспериментов связанных с роботами, это достаточно частная информация, поэтому я подробно рассказывать о ней не буду сейчас. Но я с нетерпением жду того момента, когда у меня будет возможность поработать с роботами на японском модуле КИБА, на американском сегменте, а также с канатским манипулятором. Спасибо большое. Внимание, детский вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Катя Филюгина из программы «Пора в космос». Поздравляю вас с утверждением, и чтобы ваш полет прошел удачно. Мой вопрос будет к Михаилу Тюрину. Вы в нашей программе говорили, что в прошлом полете шили себе брюки. А в этот раз вы собираетесь себе что-нибудь шить? Или что вы будете делать в свободное время? Ну, вы знаете как? Вообще-то, руками что-нибудь поделать каждому человеку должно быть приятно. И брюки, естественно, не от необходимости шил, а просто потому что иногда интересно что-нибудь помастерить, потому что это творческий процесс. А творчество – это вещь такая, которую не хотелось бы планировать. То есть вдохновение придет, что-нибудь сделаем. Спасибо. 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 Я вам лично позвоню. Я хочу, как я вам поднялся, в этом году. Я будуıllарку по вчерашней сентябре за компания, и после того, что они будут задаваться, яuję, как ты получился в意気込み. Сначала я проявляю вам запомнать. Я проявляю вас в English. Перевод на русский. 準備は万全です。 健康状態も良好で、いい意味での緊張感を感じています。 一緒に飛ぶ仲間の来る経験豊かな人たちですし、ミッション成功に向けて一人一人の能力を最大限に引き出しながら、チームとしていい成果が出せるように頑張りたい。 そういう気持ちでいっぱいです。 準備が始まったら、始まったら、始まったら、良い気持ちでいっぱいです。 質問について、コマンドの船を取り組んでいます。 So the key to success is good teamwork and communication. So I will make sure that each one of us will be able to contribute to the flight by fully utilizing the expertise and talents. — Спасибо большое. Следующий вопрос. — Наталья Бурцева, студия «Роскосмос». У меня два вопроса к основному экипажу и к дублирующему. К основному экипажу. Расскажите, пожалуйста, какие корабли вы будете встречать, что предстоит делать по дооснащению станции, и вообще что будете встречать? Что будет встречать, как будет работать по станции «Рикмастракио», может быть, какой-то манипулятор, может быть, еще что-то. А что будет делать Каичи Ваката тоже, с какими космическими кораблями, своими японскими? И вопрос к дублирующему экипажу. Так очень хорошо складывается, что все говорят на русском языке. Когда начали дублирующий экипаж учить русский язык, и действительно складывается впечатление, «Космос говорит по-русски». Спасибо большое. — Начнем сначала с основного экипажа. — Во время нашей экспедиции, которая продлится шесть месяцев на борту международной космической станции, мы примем два американских грузовых корабля. — В декабре мы примем грузовик, который называется «Сигнус», и в марте либо феврале у нас будет прием «Спейс-X». — И так далее мы используем манипулятор, захватываем его, и пристыковываем их к стыковочному узлу. — Мы будем работать в различных модулях международной космической станции. В японском сегменте мы будем проводить различные эксперименты, одним из которых будет запуск небольшого искусственного спутника, который будет осуществлен при помощи манипулятора. И одна из самых интересных вещей, которые мы будем делать на борту Международной космической станции, это запись фотографирования кометы Айсен, которая будет пролетать поблизости от Солнца практически сразу после того, как мы прибудем на борту МКС. Для этих целей мы будем использовать японскую камеру высокого разрешения. Я начал вообще изучать русский язык еще в роддоме, когда только родился. Конечно, я многие вещи еще не понимаю, но я очень стараюсь, поэтому… А вообще на самом деле у нас на станции официально, да, официальный язык общения, это, конечно же, английский, но на самом деле все экипажи общаются, мы называем этот язык ринглиш, то есть это помесь русского и английского языка. И, конечно, я живу в Хьюстоне, и я занимался русским языком, я занимался по-русски каждый день, каждый день. Но сейчас у нас, мы с Алексом, у нас есть, по-моему, самый хороший учител в мире, и это Максим Викторович Сыраев, и сейчас каждый день еще мы занимаемся по-русски. И поэтому, да, в космос на станции попробую говорить по-русски. Да, я согласен, по-моему, космос не только говорит по-английски, но много по-русски для нас, даже чем я изучал английский язык, когда я маленький был, и только когда у меня была базовая тренировка в 2009 году я начинал говорить по-русски. Но быть здесь — это самый лучший урок, конечно. И поэтому я очень жду быть на станции, говорить много русских языков и изучить новые слова, конечно. У нас впереди довольно много времени совместного, и поэтому есть надежда, что, может быть, космос еще и по-японски заговорит. Почему нет? Особенно после того, как он на Скаичи станет командиром. Роб Навиас, NASA Television. Two questions for Rick. As mentioned earlier, you're one of the most experienced crews ever to launch to the International Space Station. You've all made multiple flights to the ISS. How critical will that experience be, particularly in the first days and weeks, given the onslaught of operational activity that you face when you float on board? Роб Навиас, NASA TV. Два вопроса для Рика Мастракио. Первый вопрос. Рик, Михаил Каичи, вы достаточно опытный экипаж, как уже ранее упоминалось. Вы совершили по несколько космических полетов. Скажите, пожалуйста, поможет ли вам этот накопленный опыт каким-то образом провести первые несколько дней на борту Международной космической станции в такой напряженной обстановке, когда у вас будет много человек на борту, и вам предстоит выполнить большой объем работы? Да, как уже ранее упоминалось, мы все уже были несколько раз на борту МКС, и первые четыре-пять дней будут наиболее интенсивными для нас в рамках наших работ. Экипаж Союз ТМ-10 будет выполнять выход в открытый космос. Экипаж Союз ТМ-9 будет готовиться к возвращению домой. Я думаю, у нас наиболее легкая работа будет в этот период, потому что мы только прилетим на борт МКС, и мы будем использовать наш опыт для того, чтобы помочь остальным экипажам при выполнении их задач. Я знаю, что мы говорили немного, поэтому мы будем смотреть на другие команды и спросим, как мы можем помочь им, чтобы сделать их работу easier. Конечно, мы будем наблюдать за проведением работы остальным экипажами, и мы будем максимально помогать им в этом. И, Рик, я не могу отстать без вопроса о олимпичной торчке на вашей стороне. Так много было написано, и говорили, что вы приведете на торчке на орбит, и на ISS, для этой высотой высотой олимпичной релай. И второй вопрос, вопрос касается факела. Рик, я рядом с вами вижу олимпийский факел, и я знаю, что ваш экипаж доставит этот факел на борт МКС. Скажите, что символизирует это? Это каким-то образом отображает какую-то общую работу, какой-то единый командный дух на борту МКС. Это очень хороший вопрос, спасибо. Олимпийские игры – это замечательное событие, которое объединяет много различных наций. И всегда приятно смотреть, когда много людей по всему миру с различных стран работают для достижения какой-то одной цели. Я считаю, этот факел, который мы привезем на борт МКС, тоже будет символизировать объединение различных наций, которые работают на борту МКС. Я считаю, что Международная космическая станция – это одно из самых главных достижений человечества. И я очень рад, что мы сможем связать два таких замечательных события – работа на борту МКС и Олимпийские игры. И я очень счастлив, что я являюсь частью этого мероприятия. Спасибо большое, очень приятно слышать.